По результатам нашего исследования, цистатин С предвиктор неблагоприятных исходов COVID-19. Как мы уже все знаем, COVID-19 распространился по всему миру прогрессивно. И на 8 октября 2022 года уже более 600 миллионов человек заболело по всему миру. Из них умерло более 6,5 миллионов. В нашей стране заболело порядка 21 миллиона человек. Степень тяжести COVID-19, где легкая форма, встречается в 81% случаях. В тяжелой форме встречается в 14% случаях. И в крайне тяжелой форме встречается в 5% случаях. В терапии в реанимации нуждается около 10%. В летальности в отделенных реанимаций составляет порядка 50%. Входными воротами являются эпители верхних отделов дыхательных путей, желудка, кишечника. Патогенеза, а именно противовирусный иммунный ответ формируется за счет гиперактивации иммунной системы, системно-воспалительной реакции и вторичной бактериальной инфекции сепсиса, сетнического шока и полиорганной недостаточности. Традиционно в клинике оценивают степень тяжести больных принятых по маркерам, так скажем, до ковидного периода. Такими являются цириактинебелок, прокальцитонин, фибриноген, ферритин, количество лейкоцитов, лимфоцитов. Было бы полезно иметь на вооружении доступный надежный лабораторный маркер, позволяющий объективно и своевременно определить течение COVID-19, вевить тяжелую прогрессирующую форму заболевания и тем самым определить оптимальные схемы лечения. Что, собственно говоря, позволит заблаговременно, еще на субклиническом уровне, до начала органного повреждения дифференцирует клинической формой COVID-19. Мы обратили внимание на цистатин С, отчасти случайно, отчасти нет. Исходно у нас уже до COVID-19 было запланировано исследование, оно было посвящено изучению острого повреждения почек у больных с тяжелой пневмонией и реактивы, собственно говоря, у нас уже имелись, и тут начался COVID. Мы, собственно говоря, решили изучить повреждения почек у больных с COVID-19. И попутно наткнулись на следующие результаты. Ну, прежде всего, цистатин С – это известный маркер острого повреждения почек. И известно, что чем больше, чем выше концентрация цистатина С в крови и в моче, тем хуже функционируют почки. Синтезируется он всеми ядросодержащими клетками, свободно фильтруется клубочковым аппаратом, реабсорбируется в канальцах почек, там же и метаболизируется. Висше указание кинетика позволяет считать цистатин С практически идеальным маркером острого почечного повреждения. Иммунопатогенеза цистатина С при COVID-19. Хотя пока механизмы неизвестны, накоплен уже значительный объем клиникоэкспериментальных результатов. В Китае несколько работ, в Америке несколько работ. Вот в нашей стране первая наша работа, свидетельствующая о том, что концентрация цистатина С увеличивается у больных с тяжелым течением COVID-19 на фоне полного благополучия почек. Известно, что цистатин С с одной стороны синтезируется, регулируется различными воспалительными процессами, реагирует на различные эндогены, экзогены, антигены, и наоборот, цистатин С влияет на системный воспалительный процесс, индицируя иммунные ответы. Что было известно до COVID-19 периода про цистатин С и его связи с вирусами? Таких работ немного, и они достаточно уже старые, но тем не менее имелись свидетельства о том, что цистатин С ингибирует коронавирус человека, вирус простого герпеса первого типа, вирус иммунодефицита человека, ратовирус и пикорнавирус. Задачами нашего исследования было это изучение прогнозической значимости цистатина С у пациентов с пневмониями, ассоциированным с тяжелым течением COVID-19. Материалы и методы работы проводились в нашем госпитале, в городе Подворск, в инфекционном центре. Критерии включения представлены на слайде, также и критерии невключения тоже. Больные были таким образом разделены на две группы. Первая группа – это излеченные пациенты, 91 пациент, и вторая группа – скончавшиеся пациенты, 26 пациентов. Методы, лабораторные методы исследования проводились в нашем госпитале. Согласно стандартам, полученные результаты все за документированием. Концентрация в тистатина С определялась крови и моче иммуно-турбинетрическим методом. Собственно говоря, я переписывался с производителем этих реактивов и получал от них инструкции, как замораживать и, значит, как дальше с ними работать. О результате представлены на слайде клинико-лабораторных характеристик групп. В общем-то, да, обращает на себя внимание, что группа скончавшихся больных, они были тяжелее, статистически значимы практически по всем шкалам, представленным на слайде. Значит, по лабораторным показателям межгрупповая разница была статистически значимой, тоже практически по всем показателям, кроме ферритина. и эритроцитовая гемоглобина. Что, наверное, тоже, собственно говоря, ожидаемо. Ну, возвращаясь к слайду, значит, и в том числе отмечалась разница, межгрупповая разница, статически значимая по концентрации тистатина С в крови и в моче. Значит, был выполнен многофактный анализ по коксу, результаты чего тистатин С в крови и в моче показал себя как статически значимый предиктор развития летального исхода. Тут и мочевина себе показала, и фибриноген. Значит, что касается цирреактивного белка, он статически оказался незначимым, незначимым предиктором. Ну, может быть, вот, на наш взгляд, это связано с тем, что эти больные до нас, до реанимационного этапа, уже получали биологически активную терапию. Это, может быть, отчасти с этим связано. Рок-анализом определялась, значит, чувствительность и специфичность, по результатам чего тистатин С в моче и крови показал себя как статически значимый, значит, предиктор с площадью под рук кривой, наверное, с самым большим, площадью под рук кривой 0,8 и 0,87 и 0,83. В то же время фибриноген тоже показал себя как статистически значимый показатель, но у неё, значит, площадь под рук кривой, значит, маленькая и чувствительность и специфичность тоже небольшая, 58 и 31. Выводы. Цистатинция крови – независимый фактор, влияющий на скорость наступления неблагоприятного исхода смерти при пневмониях, ассоциированных с тяжелым течением COVID-19. Также цистатин С в моче является независимым фактором, влияющим на скорость наступления неблагоприятного исхода смерти при пневмониях, ассоциированных с тяжелым течением COVID-19. Увеличение уровня цистатина С в крови больше 1,67 мг на литр и цистатина С в моче больше 0,54 мг на литр ассоциировано со смертельным исходом у больных с COVID-19. По результатам нашей работы мы получили два патента. И также нам удалось показать, что цистатин С в крови реагирует за два дня статистически значимо при остром повреждении почек у больных с тяжелым течением COVID-19. Спасибо за внимание. Доклад закончил.